Женская гостиная 9.00 по времени Сан-Франциско и пока в 20.00 по московскому времени, потому что скоро у нас мы перейдем на летнее время и немножко у нас изменится время эфира. Следите обязательно за нашими анонсами. И сегодня у меня один из моих самых любимых гостей, потрясающий мужчина, как раз после Дня Святого Валентина. Это очень приятно, что ко мне пришел в гости виртуально психолог Евгений Саябин. Евгений, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Я пару слов вас представлю. Может быть, возможно, не все радиослушатели нас слышали, наши с вами эфиры. Хотя вы достаточно частый гость на нашем радио, мне очень приятно. Евгений Владимирович Саябин, практикующий психолог, психоаналитик и занимается исследованием и консультированием в области психосоматики. Более пяти лет работает в больнице Центра Союза, ведет частную практику. Эксперт ряда московских СМИ, эксперт Первого канала и автор книг популярной психологии. Еще раз здравствуйте. И сегодня тема нашей программы «А ваша душа как ищет себя?» Такое, на самом деле, очень глубокое, на мой взгляд, послание, да, потому что здесь очень много с чем можно разбираться. И не знаю, успеем ли мы за час в рамках нашей программы хотя бы начать с этим вопросом разбираться, но тем не менее. Эту тему я почерпнула из психологических заметок, которые ведет Евгений на Фейсбуке в своей группе «Психология для непсихологов», да? Да, правильно, совершенно. «Психология для непсихологов» посмотрела в подсказку. И эта тема меня очень затронула, потому что, на самом деле, ну, наверное, это о поиске себя, да, о поиске своего предозначения, о том вообще, кто мы такие. Потому что, когда мы начинаем разбираться, а кто мы вообще, что мы за человек, кто мы есть, да, то мы, как правило, себя ассоциируем только с какими-то социальными ролями, да. Что я там мать, я там врач, я, я не знаю, с какой-то профессией, да, а кто мы на самом деле, вот кто есть наша душа и что она реально хочет, это огромный вопрос. И большинство людей, к сожалению, до глубокой старости, в общем, не могут справиться с решением этой задачи. Как вы считаете, я права, Евгений? Конечно, вы правы. Но дело в том, что вот, да, действительно, тема очень глубокая. И более того, я никогда не видел и не слышал людей, которые приходили бы ко мне на консультацию и говорили, доктор, вот хочу разобраться, где моя душа, с чем связана, почему я ее не чувствую, почему не вижу, почему не слышу. Но, если говорить более глубоко, конечно, любая болезнь – это крик души. То есть, когда человек заболевает, это уже его душа, что называется, наружу выплескивает все те эмоции, которые он копил долгие годы в себе. Потому что, как ни парадоксально, заболеть гораздо сложнее, чем выздороветь. Я всем своим пациентам-клиентам говорю, что за неделю, ну, максимум две недели, врачи вас поставят медикаментозными средствами на ноги. Но если вы не поменяете свое отношение к самому себе, то вы будете ходить по этому запнутому кругу. Я бы, Анастасия, конечно, хотел, чтобы у нас не такая была очень серьезная и глубокая тема. Все-таки давайте разбавлять ее жизненными примерами и шутками-прибаутками, наверное, не стоит. Но, тем не менее, мне как ни парадоксально... Ну, ты такой мастер, я думаю, что мы справимся абсолютно точно. Да, я тоже, ну, не знаю, мне так нравится эта тема. И вот душа – это такое что-то поэтичное, особенно после Дня Святого Валентина, который буквально пару дней назад был, когда мы говорили о любви, о каких-то поисках смысла, поисках себя. Хотя вот мы с вами предварительно беседовали, и вы говорили, что все сводится к моей жизни, а я с вами была не согласна. Ну, это да, потому что, вы знаете, действительно можем создавать новые виды вооружения, можем хирургические инструменты создавать, стихотворения писать, книги писать, и одежду конструировать. Но если мы не научимся выстраивать отношения мужчина-женщина и женщина с мужчиной, то грош цена этим всем новым разработкам. Потому что, если у тебя не получается выстроить отношения дома в семье, то когда ты приходишь на работу, ты все равно будешь думать о том, что дома сидит либо гундявый муж, либо гундявая жена. И, в принципе, все равно, хочешь не хочешь, но в замкнутом пространстве приходится вести общение. А как это коррелируется с поисками души, да? Как это вот, как душа как раз наша определяется? Ну, сидит у тебя гундявый муж, ну и что? А при чем тут твоя душа? Ну, вот смотрите, давайте определение дадим души, да? Душа с греческого переводится как бабочка. Или психа с греческого, вернее, переводится как душа или бабушка. Бабушка. Бабочка. Поговорка не зря, наверное, да, все-таки, если поковыряться. И вот смотрите. А вот эта бабочка внутри каждого человека живет. У вас есть, ну, я вот не знаю, наверное, был или уже живой, наверное, умер. Майкл Ньютон. Он написал потрясающую книгу. Называется «Путешествие души». У нас вот в России вышло три книги. И вот он здесь четко пишет, что душа – это волновой сгусток энергии, который, в принципе, где-то в космическом пространстве находится и снова приходит в определенное тело. Если говорить вот с позиции эзотерики, с позиции каких-то знаний, которые нельзя ни потрогать, ни пощупать. Но в априори надо в них поверить, что это есть. Потому что вот сколько я общался с хирургами, да, но они говорят, старик, сколько мы вскрывали тел на операциях, но тем не менее никогда не видели, что такое понятие душа. Но в то же время, вот в советские времена, конечно, по своей больнице я не могу сказать, в советские времена самая пьющая была, одна из самых пьющих категорий – это были хирурги. Потому что, по большому счету, они каждый день встречались вот с этой душой. А как ее принимать, как она взаимодействует с другим человеком, никто не знает и не понимает. Особенно вот самые, наверное, самые-самые пьющие – это были детские патологи-анатомы. Вот я работал когда с Морозовской больницей, там вообще беда была в этом отношении. Так вот мы немножко отошли, да, от стороны. Значит, психо – душа. Психология – это введение души. Психотерапевт – это лечение души. Психиатр – это подавление души плюс лечение. То есть мы все, в принципе, воздействуем на психологическую составляющую любого человека. Но давайте проще говорить. Психо – это внутренний мир человека. И поэтому, когда мужчина или женщина не могут выстроить между собой отношения, то внутри начинает что-то болеть. Что-то чувствует, какой-то дискомфорт. И вот поэтому, ну я знал, что мы будем с вами на эту тему говорить. И не зря мне почему-то позавчера передали вот это стихотворение Николая Забболотского. Ну я думаю, многие его знают, но тем не менее оно коротенькое. Давайте его процитируем. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому. Тащи с этапа на этап. По пустырю, по бурелому. Через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели, при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле, и не снимай с нее узды. Коль дать ей вдумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучи до темна, чтоб жить с тобой по-человечии училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Вот это стихотворение было написано в 1958 году. Но для меня, как для психолога, особенно последняя фраза, за что я зацепился, она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Вот как вы думаете, Анастасия, почему я запомнил именно за эту фразу? Ну, вы меня так прям немножко в тупик поставили. Ну, я думаю, что это очевидно, потому что мы в современном мире сейчас настроены на получение удовольствия. На самом деле, мне кажется, эта энергия как раз разрушительна. И что как только мы перестаем развиваться, как только мы перестаем трудиться, как душа, как личность даже, может быть, в чем-то, мы на самом деле сразу деградируем, просто в тот же момент мы начинаем путь назад. Вот я уже давно к этому выводу пришла, и я понимаю, что это действительно так. Поэтому нам всегда нужно, должен происходить духовный труд, безусловно. Да, вы правы. Иначе мы просто, ну, это путь никуда. Да, абсолютно. Нет, мы и так выморим, это не... Ну, это да, только кто-то через сто лет, кто-то через тысячу, да. Вот смотрите, вот, конечно, вот эта фраза, она обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и ночь. Вот мы живем, да, и днем, и ночью. Днем мы бодрствуем, наше сознание включено, а ночью мы спим. Но все равно жизнь идет. Так вот, когда мы спим, наша душа где-то гуляет. По пространству, по каким-то там заколукам, перевулкам. Вот, например, я когда был в Нью-Йорке, вот, вспомнил сегодня, я четко шел, и я уже знал, что поверну за угол, будет там церковь. То есть, или моя душа когда-то, когда я спал, гуляла, да, по этому пространству, либо там действительно в других жизнях я это жил, но я четко знал. И, в принципе, есть такое понятие «вещи сны». То есть, ваша душа, она спит. Она не спит, когда вы спите, она четко знает, где она бывает и что она бывает. И кто умеет вот эти сигналы и реперные точки для себя расшифровывать, поднимать, то тому, конечно, с одной стороны сложно жить, но с другой стороны это классная подсказка. Куда идти, как идти, с кем разговаривать, что говорить. Но таких людей, к сожалению, очень мало на белом свете. А как быть с людьми, которые вообще материалисты, да, которые совершенно вот те же, вот вы начали беседу нашу с хирургов, да, как правило, вообще врачи, они такие, как бы, прожженные материалисты, да, они о высших материях, душа, ну душа, ну, может быть, они где-то в глубине и принимают в себя эту информацию, но тем не менее, как обычно, ну, большинство вообще людей, вот я сталкиваюсь с тем, что они очень материальные, они не живут какой-то духовной жизнью, да, и они вообще считают, что это все ерунда. Ну, вы знаете, я тоже так раньше думал, ну вот сейчас у меня просто главный врач, ему 60 с копейками там, да, но он настолько продвинутый человек, причем он доктор медицинских наук, он профессор, и вот когда мы с ним начинаем на эти темы говорить, он продвинутый и подкованный, и все зависит, конечно, от человека. Конечно, с молодыми хирургами, когда разговариваешь, что там ветер в голове, мама не горит, но, по крайней мере, они мне не посылают на БАМ и слушают хотя бы, и за это им огромное спасибо. Но когда вот эти все начинаются программы, передачи, вот битвы экстрасенсов, отчасти, ваша программа, конечно, это привносит в воспитание, и какая-то капелька зерна все равно капает, которая помогает человеку разбираться куда, что и как. И вот что-то я хотел-то про главного врача рассказать. И вот он четко, он тоже увлекается вот этими практиками, теориями. И он в свое время очень увлекался онтопсихологией. Онтопсихология ее разработал Антонио Менигетти. Он даже в Питере у нас организовал институт. Он-то, в принципе, переводится так же «душа». И получается «душа-душа», да, как тавтология. Но, тем не менее, это целое направление. Очень умный дядька вот этот Антонио Менигетти был. К сожалению, он умер. И он консультировал ни много ни мало в Берлусконе. То есть он показал, в принципе, как воздействием слова, как воздействием каких-то манипуляций на душу человека можно сделать... Ну, не хочу эти слова какие-то, да, и чего там конфетку делать. Но, по крайней мере, он показал, что, в принципе, любой человек обучаем. И любой человек может достичь своей жизни многого. И вот когда мы сейчас заговорили, да, вот вы четко сказали, есть люди обучаемые, есть необучаемые. И вот я буквально перед передачкой, у меня вот таких пять альбомов с рисунками, я недавно разговаривал с женщиной. Она пришла ко мне не на консультацию. Она пришла, в принципе, просто пообщаться, ну, по каким-то другим вопросам. И я говорю, нарисуйте мне вот рисунок «Успешная бизнес-вумен». Вот я вам показываю, сейчас единственную камеру это соберу. Видите, да? Я попросил, чтобы она нарисовала дерево. Вот позитивное, да, рисунок, такой яркий, классный. То есть у человека все хорошо. Вот по большому счету я рисовала ее душа. Она не, еще раз повторяю, она не пришла за психологической помощью или поддержкой, просто мы разговаривали там по каким-то другим бизнес-велакам. То есть по рисунку можно увидеть внутренний мир человека, как его душа функционирует в теле человека. Сейчас он покажет другой рисунок. Это рисунок довольно известного одного человека, мужчина. Тоже было задание нарисовать дерево. Видно вам? Да, ну это прям как таро повешенное. Да, я поясню, как в картах таро есть такая карта повешенной, когда как раз на дереве висит вверх ногами человек. Это просто у меня прям первая ассоциация от этого рисунка. А у меня, как у психолога, говорит о том, что человек подвержен наркотической зависимости. Человек, у которого нет друзей, потому что нет веток, да? Человек, у которого, в принципе, вот одно направление влево, то есть он в основном думает о бабах. Ой, о женщинах, извините. Это действительно так. То есть он зациклит. Он взрослый человек, ему 40 лет, он не женат, но тем не менее у него много женщин, он постоянно вот поиск своей души ведет именно через сексуальное творчество, скажем так, в кавычках. И третий вам рисунок покажу. Это рисунок, как правило, вот таким запросом, как правило, ко мне приходят много людей. Вот на первой консультации рисуют, вот как правило, вот такой рисунок. Ну, такой достаточно детское изображение, да, символичное дерево, да. То есть оно не... Да, да, да. У него нет никаких характерных особенностей, да, ствол, ветки, немножко листьев, ну, очень символично. Да, и самое главное, нету корней. То есть вот в таком состоянии, как правило, человек приходит на консультацию и говорит, что все плохо и, в принципе, разводится с мужем или с женой, потому что нет устойчивости. А корни – это устойчивость. И, в принципе, по рисунку можно определить, насколько человек адекватен или насколько он уравновешен в тот или иной момент. И вот когда вы вспомнили вот эту публикацию в группе «Психология для непсихологов», я же задал вопрос, а как ваша душа ищет себя? Я напомню, да, содержать спорты? Да, конечно, конечно, да. Очень интересно. Я говорю, ну, это же классно, да, вы влюбились. Но у меня, говорит, безответная любовь, и она очень больная. К сожалению, действительно, получается, когда оба человека любят друг друга, это очень здорово и потрясающе. Но, как правило, у нас получается, один любит, второй наблюдает со стороны или наоборот. Вот, то есть вот этот тандем найти очень тяжело. И начинаем с ней беседовать, вести психоанализ. Ну, это я не буду рассказывать в глубину. И параллельно я прошу, чтобы она нарисовала аналогичное дерево. Она рисует дерево, и потом она начинает приходить ко мне на консультации. А она, когда начала это дерево рисовать, я говорю, вообще первый раз в жизни держу эти акварельные краски. Ну, держишь, держишь, что-то нарисовала, что-то мы с ней поговорили, побеседовали. И на третье, пятое занятие она начала приносить такие рисунки. Я ее в группе выкладывал, да? Ну, я просто ей отдал их, потому что это ее творчество. Но вот что-то внутри у нее так шевельнулось, то есть душа через вот эти рисунки, выход, скорее всего, не рисунки, а даже цветовую гамму. Из нее повелось такое, что вот как психологу мне было за это очень приятно. И я гордился, что какую-то струнку внутри человека мы зашевелили, и она начала, вот как по Майклу Ньютону, этот сгусток энергии начал вибрировать. Это очень классно. Это вот что касается рисунков. Но у нас темы сегодня больше похожи, да, вообще способы поиска себя. Да, вообще, конечно, хотелось бы посмотреть, какие-то рекомендации дать нашим слушателям, потому что, конечно, на самом деле, я хочу порадоваться за наших слушателей, потому что я знаю, что те, кто наш радиоканал вообще слушает, это люди, которые уже как минимум озадачены были поиском души, потому что их душа уже трудится вовсюду, работает на разных поприщах, и они не останавливаются, конечно. Но, тем не менее, все равно. Я надеюсь, что эта информация будет полезна для всех, и те, у кого есть такие вопросы, они тоже к нам придут. Не зря мы об этом разговариваем. И, конечно, хотелось бы поговорить о способах, потому что иногда нужен какой-то волшебный пендель, сейчас такое популярное выражение, я не знаю, какое-то чудо, да. В общем, очень разные существуют возможности, вещи, да, но вот хотелось бы, конечно, услышать об этом. Ну вот жалко, конечно, волшебный пендель, да, любое чудо должно быть подготовлено. К сожалению, мы с вами, конечно, не подумали, не подготовили, чтобы, может быть, слушатели бы параллельно сейчас слушали нас и рисовали бы свое дерево, и потом бы показали, то, соответственно, уже какой-то первый мастер-класс бы они получили. Мы можем попросить без проблем, потому что наше видео будет записано, и мы можем попросить на роде ШУСКИ, пожалуйста, делитесь, приходите в группу Евгения, можете ко мне приходить, да, на наше радио Сангейтс, радио в Фейсбуке, и присылайте свои рисунки, мы с ними обязательно поработаем. Будет очень интересно, кстати, сказать. Вот смотрите, сегодня, конечно, ну, можно, конечно, говорить, ходите, слушайте симфоническую музыку, там, в консерваторию, это все здорово, но сегодня общество, к сожалению, много подвержено разным, ну, таким крайним, неприятным аспектам, например, наркотики и алкоголизм. Ведь по большому счету, это же той же поиск души. А можно я вопрос задам? Вот вы сказали наркотики, алкоголизм, вот вы показали рисунок мужчины, который заинтересован в секс-удовольствиях, а еще же, на самом деле, вот это тоже область, когда люди ищут такие наслаждения в физическом плане, это же тоже, как бы, мне кажется, проблема поиска души, да, что им нужно вот это вот физическое наслаждение, чрезмерное, потому что вот не далее, как сегодня, я в Фейсбуке как раз увидела такую заметку одного блогера, которую я достаточно давно, уже несколько лет читаю, она написала, а вот было бы интересно поговорить о сексуальных удовольствиях, там, поисках каких-то фетишей. Своим читателям она задает такой вопрос, чем меня, на самом деле, очень поставило в тупик, потому что, ну, я не знаю, не то, что я, как бы, моралистка, да, но я все равно считаю, что когда мы уже настолько публично становимся открыты, когда у нас перестает быть вот этот интимный стыд, то это, на самом деле, уже большие проблемы возникают. Конечно, нет, но это нельзя, конечно, должна быть какая-то зона комфортности, и, естественно, интимная жизнь должна, нельзя полностью обгаляться, тем более перед обезличенным потребителем, вы общаетесь в Фейсбуке, не видя человека, если бы вы знали, да, вот с глаза на глаза, ради бога, там рассказывайте, как вы получаете это удовольствие. Но вот что касается вот этого рисунка, вы задели такую очень мощную тему, ваш американский тоже есть психоаналитик, Ирвин Ялом, и он классно писал, что почему мужики бегают налево, чаще, чем женщины, потому что когда мы идем налево, мы оставляем семя в женщине, мы осеменили, идем дальше, мы осеменили, идем дальше. Проходит какое-то время, то есть мы набрали вот свой набор вот этих женщин, кто-то 5, кто-то 50, кто-то 500, ну, в зависимости от сексуальных этих потребностей. Проходит время, и этот мужчина звонит там, допустим, какой-нибудь Марине, которая 10 лет он ее не видел, спрашивает, как твои дела? Она ему говорит, ты что, родной? Офигел, да, я уже давно замужем, там, трое детей и муж. Он кладет руку и звонит Валентине, Валя говорит, а куда ты пропал? Хотя 10 лет прошло, но получается, что как будто ничего не произошло. Приходи, мы увидимся. То есть он приходит туда, где он оставил семя, где он оставил часть своей энергии. Пометил территорию. Это все, наверное. И Ирвин Ял, он четко пишет, что вот когда человек метит вот эту энергию, он возвращается туда, чтобы быть уверенным, что он не одинок. Вот так мужчины борются со своим страхом. Но это не значит, что я сейчас призываю всех мужиков налево-направо метить территорию. Но, по крайней мере, понимать, осознавать, почему ты ходишь налево, может быть, кому-то действительно будет это понятно и ясно, он не будет неосознанно ходить. Потому что своим клиентам, пациентам, говорю, хотите ходить, ходите. Но главное, чтобы осознавали, для чего и зачем. Чтобы потом не спрашивать, почему у меня там такая венерическая болезнь, или почему женой развелся, или там другие какие-то инсинуации. И вот, что касаемо вот этого рисунка, вот этого парня. Но здесь больше, вот смотрите, алкогольная и наркотическая зависимость. Вот почему мы алкоголь принимаем и наркотики. Выключить сознание, выключить мозги. Алкоголь это медленно, рюмочку принял вторую, и медленно ты уходишь в бессознательное состояние. То есть, получаешь кайф, и последний твой случай... Заткнуть нашу душу, да? Конечно, конечно. Мы ее как бы перекрываем и кислород. А вот наркота, это быстрая. Быстро идет переключение именно сознания. И когда я вот этим известным людям говорю, ребят, ну не надо там наркотики там, да, что-то... А тем более они там капельки в глаза капают. Они мне все говорят, Евгений Владимирович, а ты пробовал когда-нибудь? Я говорю, мне не пробовал. Не пробовал, так и не говори. И тут я начинаю вспоминать историю ваших американских джазовых композиторов. Паркер, Джон Калтрейнер, слышали, Майлз, Дэвис, да? Они же все, и я читал их записки, потому что, не записки, а книги, я увлекался джазом. Они все пишут, и писали, вернее, тогда, что они получали именно озарение, новые звуки в состоянии наркотического опьянения. То есть, я сегодня понимаю, сознание перекрыто, и они слышат, видят какие-то совсем другие непонятные для себя звуки. И они бы давали их на горах. Естественно, люди по ней... Ну, нормальный человек такого никогда не придумает, да? И, конечно, они этому были подвержены, и поэтому мало прожили. Но, как ни парадоксально, очень интересный способ лечения, да, этой наркотической зависимости, алкогольной зависимости, и опять, метания вашей души, их просто-напросто сажали в тюрьму, неделю, месяц, у них проходила ломка, и человек выздоравливал. И не надо было ходить в общество анонимных алкоголиков, не надо было там какие-то мощные антидепрессанты пить от этого всего, да? То есть, радикальные свойства. И опять, я не призываю к тому, что сегодня надо это все использовать. Всех посадим трюм. Да, потому что... В Америке и так 6 миллионов. Да, а худо-бедно, я вот смотрел репортаж в Сибири какой-то, вот тоже был такой, ну, типа пионерский лагерь, пионерский в кавычках. Там просто родители сдавали вот своих детей великовозрастных, которые подвержены наркотической зависимости, их просто-напросто наручниками приковывали к кровати. Да, через какое-то время они выходили здоровыми. Ну, тут наше общество по защите прав человека начали орать, да, что вы делаете, наручники. Ну, короче, эта идея быстро похерилась. И последнее. Алкоголь. Вот многие мужчины ищут себя, поиск своей души именно через алкоголизм. К сожалению, женщины тоже, и мне кажется, это еще страшнее. И сейчас это очень распространено. А, вы знаете, здесь вот говорят, что это лечится, это не лечится, мне кажется, что все лечится, просто надо осознание. Вот с вашей точки зрения, у нас же диалог с вами, да, Анастасия? Ну, я надеюсь. Вот с вашей точки зрения, да, вот алкоголь, что это такое? Вот вы как думаете? Ну, на мой взгляд, это способ эскепизма, да, это как бы бегство от реальности, от действительности, вот, то есть это такое, как бы, мимолетное удовольствие, которое позволяет уйти от проблем, да? Ну, отчасти, да, вы правы. Но, тем не менее, алкоголь-то нам дал кто всевышний? В подводном ходе? способ, безусловно, что, ну, я, наверное, такой радикальный, радикальную сразу сторону алкоголя, об этом подумала, хотя, ну, существует какое-то безусловное количество людей, которым алкоголь не нужен принимать, да, там, в больших количествах, и, наверное, я как человек, живущий рядом с долиной Напы, известный на весь мир, да, где вино выращивают, это эстетика, это культура, это очень красиво, и это способ получения удовольствия, безусловно, да, изначально, наверное, Господь имел в виду это, что это такой легкий, достаточно доступный, простой способ получения удовольствия, если мы не будем переходить к крайности, хотя, на мой взгляд, любое употребление алкоголя, оно вредно, но это уже мой опыт, сын ошибок трудных, да, вот он меня привел к такому решению, к тому, что, в принципе, алкоголь не нужен, никакой, да, но, тем не менее, он существует, да, существует эта культура потребления алкоголя, и это, да, безусловно, даже в этом есть определенная эстетика, особенно, и есть, интересно, что существует, на мой взгляд, есть люди, которые зависимы, да, есть люди, которые независимы от этого, то есть им достаточно, они выпивают бокал вина раз в месяц, и все, и они потом об этом не вспоминают, вот, но, все больше и больше сталкиваешься с людьми, которые, к сожалению, им недостаточно этого бокала, да, им нужно каждый вечер, каждый день, и все больше, в больших-больших количествах. Так вот, и получается, что, в принципе, вот эта зависимость, да, откуда она происходит? Я в свое время написал такую статью, алкоголизм это болезнь души и мыслей, и получается, действительно, когда ты принимаешь, ведь Всевышний дал алкоголь, допустим, вино применяется в подводном флоте, да, люди, где там по несколько месяцев сидят без кислорода, а спирт применяется в медицине, даже вино применяется при церковных ритуалах, да, в аэровиде тоже вино есть, есть аэровидические вины, которые лекарственные, которые, так сказать, применяются для лечения людей. А я могу четко сказать, вот по себе, потому что я сам бывший алкоголик, я могу четко сказать, алкоголизм это лекарство от страха. Ведь ты же выпиваешь, тебе проще становится, телек становится. Так что, мы будем рекомендовать, как один из вас. можно упасеть, но дело в том, что когда, еще раз говорю, лучше говорить на эти темы прямо, чтобы человек осознавал. Потому что, вот я вчера был на дне рождения, да, я спрашиваю людей высокого там должности, ребята, зачем пьете? И в принципе, из 20-19 сказали, да хрен знает, пьем да пьем. Но если бы осознавали, для чего, да, ни один же не сказал, получить кайф. Чтобы там ноги не дрожали перед вечно требовательной жены, там, к примеру, да, это же много мужиков именно спасается в алкоголизме. И когда разводятся, допустим, семьи, я детей спрашиваю, мама, папа, мать, да, там уходит в депрессию, отец запивает, начинает заливать свое горе. И получается, что мы начинаем зависеть от своих же мыслей, от своих страхов. Вот что такое зависимость. И алкоголик, это же поиск души, идет дальше, вот дальше, 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 эта зависимость продолжается. И до тех пор, пока он не увидит такую интересную картинку, которая в простонародье называется белочка. Белая горячка. Так вот, смех смехом. И человек, душа человека, когда начинает чувствовать, что либо она умрет, либо он пойдет дальше. Вот только вот в этом состоянии человек может бросить. Потому что его душа через вот эту белочку, через эту болезнь показывает. Либо сырая земля, либо дальнейшая жизнь. Другого не бывает. Поэтому я четко говорю, что да, наркология, это все здорово, но если сам человек не захочет бросить пить, хрен ему, когда кто поможет. Видите, как мы лихо теперь на алкоголизм, на наркоту, на поиском души. Ну, знаете, вот допустим, с наркотиками, действительно, наверное, единственный способ это приковать наручникам, да, потому что человек сам осознать все крайне сложно, потому что тут там идут химические изменения, если с алкоголем хоть еще как-то возможно это сделать. Хотя тоже идут изменения физиологические в организме, но наркотики там слишком быстро, особенно химические наркотики современные, которые просто раз и все, и уже деваться-то некуда. А в прайке вот алкоголизм тоже очень... Есть интересное понятие, вот зависимый, да, человек, мужчина, допустим, зависимый, вот у меня был клиент, и вот он пил, 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 и, что называется, одним днем бросил. Он говорит, булькать начала, капуста в горле и бросила. А рядом с ними жила, жили жена и родители этой жены. Он был богатый человек, отстегивал деньги, чтобы там особо не кричали на него. И они за счет него самоутверждались, что, вот видите, в семье не без урода, у нас там, типа, Вася постоянно пьет, а мы вот такие хорошие, терпим его. И он бросает этот, Вася пить. И вся семья спрашивает, Вася, а почему ты бросил пить? Может, опять продолжишь? Ведь на фоне его они выглядели агнцами. То есть, они выглядели лучше. И вот эта созависимость иногда бывает гораздо страшнее, чем зависимый человек. То есть, когда мы начинаем самоутверждаться за счет другого человека, а опять самоутверждение, куда мы не упираемся, опять, в душу. То есть, наша самооценка, как нас оценивают другие люди, соседи, товарищи, собутыльники. То есть, нам всегда людям необходимо подтверждение. Подтверждение, что нас любят, что нас помнят, что о нас говорят. И вот, очень интересное в этом отношении это соцсети. С чего мы начали? Ведь я сегодня прихожу к мысли, что соцсети, по большому счету, это лекарство от одиночества. И оно заменяет алкоголизм и во многом наркотур. Потому что, когда вот эти... Ладно, слушайте, знаете, я массу знаю способов, когда люди сидят с бутылкой перед фейсбуком и прямо уже с фейсбуком выпивают. Одинаковый, да? В смысле? Вон чокается, смертывается. Практически, да, условно можно. Я знаю такие истории, они случаются, и это нередко. Ну, зато ты как будто... Понимаете, в чем делается, да? Это иллюзия, что ты тут в компании находишься, интересных собеседников. Причем, ты можешь, знаете, что это, как в английском, это называется on-demand. То есть, у тебя по запросу, ты можешь отфильтровать свою компанию, ты можешь выстроить то сообщество, которое тебе будет интересно, которое полностью будет удовлетворять твоим вкусом и твоим желанием. И ты спокойно можешь с этим сообществом, почему бы и не выпить, да, уже же, если мы переносим эту виртуальную реальность в нашу жизнь, и это уже, это уже, собственно, случилось. Мы, мои дети, например, мой сын, которому 12 лет, я вижу, что у него уже по-другому мышление, и он уже по другими какими-то понятиями живет. Как бы мы там не сопротивлялись, как бы мы его не приучали к книгам, да, к оффлайн-жизни, все равно это уже никуда не денется. Поэтому это так. А вот здесь вы начинаете уже вступать в борьбу с эгрегором. Эгрегор цифровой силы, энергии, да, цифры. Конечно, у меня тоже беда с моими детьми, что читать никто не читает. Конечно, их жизнь, их сегодня воспитывает интернет, и все понятно. И опять они пришли сюда со своим возрастом души для того, чтобы выстроить отношения вот с этой мертвой цифровой энергией. Что такое компьютерная программа? Две цифры, один ноль. И когда ты садишься перед компьютером, то есть твоя жизненная программа, кстати, американцы это доказали, описывается тоже языком цифр, один ноль. А, кстати, цифровая зависимость и раньше была, когда в карты играли, это же цифры. На деньги играли, тоже цифры. То есть, но сегодня вот эта цифровая зависимость, она более, ну, что называется, прогрессивно движется вперед. и когда ты садишься работать за компьютером, твоя жизненная программа, которая языком цифр описывается, начинает сотрудничать или вклиниваться или внедряться в программу компьютера. Поэтому у кого-то есть иммунитет, тот это отвергает, а у кого нет этого иммунитета, становится зависимым. И сегодня видно, вот сегодня наше молодое поколение, оно отчасти, тоже вот я смотрю, у меня есть примеры, которые действительно, вот ложится ребенок с этим компьютером, даже под одеялом сидит, смотрит, а кто-то спокойно уходит в сторону. Но, к сожалению, вот научно-технический прогресс, детей наших полностью под себя подчиняет и подавляет. Но это их уроки, это их прохождение, и как их душа будет в этом отношении бороться или принимать, я не знаю, потому что цифровая зависимость и влияние ее на душу человека вообще темное дело для нашей медицины. И как лечить, я не знаю. Вот, например, есть уже такие, ну, более сложные психиатрические заболевания, но там антидепрессанты. А антидепрессанты это что? наркотики. И получается, ты страх, ты и так чего-то боишься, уходишь в этот виртуальный мир. И ты этот же страх начинаешь уже лечить опять подавлением своей психики. Страх страхом лечишь. Вообще, вот какая-то белиберда получается. давайте поговорим все-таки об экологических способах. давайте о колбасе поговорим. Да, и наркотики, и алкоголизм прямо жуть. Давайте, вот смотрите, поиск души, вот это прекрасная тема, да, поиск души. Мы же даем советы, чем заниматься. Музыка. Музыка это волновая энергия. И душа, это тоже, по Майклу Ньютону, это тоже волновая энергия. То есть, получается, ты в каждом возрасте принимаешь свой, вот через определенные чакры, да, вот всем этих чакр, ты принимаешь непосредственно по всякому там джаз или классику. Кстати, про чакры заговорили, сейчас помню. У меня врач знакомая, и у нее муж сейчас должен кандидатскую защищать. Ну, денег нет, потому что нищие там относительно врачи и жалуются. Представляете, говорит, Евгений Владимирович, сейчас какая-то бабка там насела на мужа, ему надо, чтобы защитить диссертацию, прочистить эти 7 чакр. Та же чакра, там что-то порядка 300 евро. Где брать деньги, я говорит, не знаю. Я говорю, ну, вам повезло, что 7 чакр. Вообще-то, я говорю, сейчас открыли вообще 49 чакр, да, если правильно. Ее просто мозги вынесло, говорит, ну, лучше за 7 заплатить, чем за 49, да. Так вот, возвращаясь к музыке, поэтому и получается, ты в одном возрасте слушаешь там нижние вот эти чакры, двигаешь попой, да, слушаешь рок, повсяти, но более бодрый, зрелый возраст, это уже манипура, третья чакра, да, джаз. Ну, классика, это уже вот где-то здесь на уровне третьего глаза. И получается, что действительно, вот когда приходишь послушать симфоническую музыку и ты видишь молодых ребят, ну, конечно, по взгляду видно, что там с головой не все в порядке, да, кукушка куда-то съехала. И даже по музыке можно определить, насколько у человека развита душа или не развита. Вот вы какую музыку любите, Анастасия? Вы знаете, я не люблю музыку. Я очень вас расстрою, наверное, но я практически не слушаю музыку и мантры только разве что. Но все равно они же на какие-то чакры, на какие-то вот эти вибрационные энергетические центры. Мантры это как раз энергетическое воздействие, это, как правило, волновое звучание, да, вот вы как раз сейчас говорили о музыке. Я вспомнила, что сейчас у меня как раз один из моих фаворитов, я слушаю просто звуковые волны. Есть такое приложение специально для телефонов, где ты можешь настроиться, есть там прям, выйдет определенные частоты волна, она, она достаточно мелодично звучит, но она довольно монотонная, такой под звук дождя. Вот это мне очень нравится. И в зависимости от того, какая частота, ты можешь либо спать, либо у тебя какая-то креативная энергия начинает вырабатываться. Вот, очень-очень замечательное приложение, очень мне нравится, я его уже вот последние несколько месяцев постоянно пользуюсь. Ну вот вам как раз поиск своей души, почему именно на эти звуки ваша душа вибрирует. Ведь я даже где-то писал в какой-то статье, когда я в метро захожу, в московской, да, какая там классика, там включаешь Iron Maiden или Metallica, потому что там такая вибрация идет, да, чтобы или тебе по физиономии настучат, либо ты постучишь. И вот именно вот эта вибрация, мощная вот этого металла, хард-рока, она очень хорошо опугивает, скажем так, ты как спунт начинаешь с этой музыкой от себя людей отбивать. Ну, естественно, есть моменты, дома, например, я работаю только под классическую музыку. И то есть, я тоже не понимал, почему у меня такая тяга вот к собирательству этой классической музыки была. Но когда я четко понял, опять благодаря Майклу Ньютону, что музыка это волновая энергия, вот осознание приходит, и все, сразу ты отпускаешь. Вот это классно, потому что ты понимаешь, да, что вот у тебя не получается, допустим, отношение мужчина-женщина, осознание того, что ты хочешь, сразу отпускает вот эту ситуацию. С музыкой отпускает ситуацию. Поэтому всегда надо включать мозги, и, естественно, это для тех, кто включает, живет мозгами, и учится, наверное, душу свою слышать. А вот вам вопрос можно? Конечно. Вот смотрите, вот великий Карл Густав Юнг писал, что психика человека делится на осознательное и бессознательное. Ну, не делится, а содержит то и то. Бессознательное, понятно, это сны. А вот сознательное включает четыре функции. Интуиция, мышление, чувствование и ощущение. Четыре функции. Они у всех есть. Вы на чем на первом живете? Ощущение, чувствование, мышление мозги или интуиция? На ощущениях и интуиции, безусловно. Странно. Хотя бы по первому образованию технологий, насколько я понял. Да. Я теоретической физикой занималась. Да. А вот теперь смотрите, вот тех же хирургов, когда мы упоминали в начале нашей передачи, и когда тоже превышу вот этот пример, хирурги в основном правильно живут на ощущении интуиции. И он не понимает, вот в этот момент, допустим, я со многими беседую уже на эти темы, я, говорит, не понимаю, почему рука должна идти вправо, хотя логика, говорит, должна влево. То есть он чувствует свою интуицию. Хирурги живут на интуиции, на чувствованиях. Банкиры живут все на мозгах. Да? На первом месте мышление, потом уже интуиция. И поэтому тоже для человека необходимо понимать, что вот эти четыре составляющие, это поиск его души. Если ты живешь мозгами, то учись включать интуицию в себе. Потому что не все в этой жизни можно просчитать только мозгами. но не все можно проинтуичить. И вы четко вот есть такой момент, да, вы едете на полной скорости, допустим, в лобовое столкновение с КамАЗом, и какая-то там сила, слово вам говорит, уходи вправо, да, хотя вы знаете мозгами влево. И вот ваша интуиция вас спасает. Много же таких примеров, правда? Абсолютно да. я уже был вообще в таком мире, где это существует, да, и я даже уже это давно не отрицаю, и я не понимаю, как другие люди это не понимают. Для меня это скорее нолосенс. Вы сказали ключевую фразу «другие люди не понимают». А понимать это что? Это мозги. Все равно вы к мозгам вы же не сказали, как другие люди не ощущают. Все равно техническая сторона в вас живет и присутствует. Вот вы едете в Индию через день, через два, да? А вот что вы хотите там почувствовать для себя? Понять, может быть, увидеть, ощутить. Вот зачем вы туда едете? За энергией, за знаниями, за ситами. И за темы, и за темы, и за энергии, и за знаниями, и за впечатлениями, и за эмоциями, и за духовным ростом безусловных душа моя туда очень хочет, потому что у меня, вот вы сказали, что вы когда были в Нью-Йорке, у вас были ощущения, что вы там, ваша душа уже знала эти места. Вот у меня точно так же с Индией абсолютно, потому что моя душа, она как бы чувствует себя там абсолютно дома. и это то самое как раз стремление души, которое мне, у меня есть возможность реализовать. Я очень счастлива, что у меня такие возможности приходят, да, потому что, видимо, моя душа, она в каком-то очень правильном ключе развивается, потому что мне такие возможности предоставляет вселенная. Я вам честно забидую, потому что Индию, Непал, это мои любимые страны, и я настолько обожаю эти страны. Самое интересное, у меня друг индус есть, и вот он мне потом признался, мы с ним давно дружили, нам по бизнесу сначала работали, а потом стали дружить, он в Москве живет. И он говорит, через тебя я начал понимать природу индуизма. То есть, я говорю, тебе не стыдно, я бывший коммунистом Советского Союза, партии, да, и вот через наши беседы он говорит, я начал это изучать, и опять, вот что получается, кармические мы люди с ним или нет? Кармические, безусловно, у нас все отношения, которые в нашу жизнь приходят, они кармические. Это уже надо принять, понять и не сопротивляться этому. Когда мы начинаем думать, почему этот человек пришел в нашу жизнь, потому что так надо. И случайных не бывает, мы же с вами, в общем, уже к этому давно пришли. И получается, вот смотрите, я русский человек, показываю ему проход в его индуистский мир, в его индуистскую культуру. Вот, конечно, вот кому начинаешь рассказывать, там, тому же банкиру, конечно, он пальцем виска покрутит и скажет, мужик, у тебя кукушка съехала, да? Ну, а есть же люди, которые это все чувствуют. Одно дело понимать мозгами, да? А есть, которые чувствуют. И поэтому вы говорите, вот эти люди, я уже перестал им объяснять, что есть это, да? И вот очень интересно, в соцсетях, я когда в одной дискуссии участвовал, вот мне начинают там тупо просто писать, а мы знаем этого, нет? И я говорю, люди, от того, что вы знаете, от чего-то не знаете, это не значит, что этого не существует в мире. Не ставьте себя выше того, где есть какие-то знания, что мы не можем потрогать или пощупать. И самое-то интересное, вот сегодня тоже, если вы когда начинаете читать литературу, там, 19-го, 20-го века, сегодня уже другие знания, сегодня такой поток, и на нас идет информация, что ни одна душа-то с этим не справляется. Да, это вот огромная, кстати, большая проблема, потому что мы, сейчас информация очень обесценена, потому что даже, даже действительно реально полезная информация, она в итоге очень тяжело отделять эти зерна от плевел, потому что мы уже не понимаем, где правда, где ложь. И даже если раньше какие-то события, вот если мы посмотрим, да, начало, допустим, 20-го века, были какие-то научные открытия, которые потрясали весь мир, люди, были какие-то стремления, то сейчас такой поток информации, она настолько доступна, она настолько легко получаема, что мы уже вообще ни на что не реагируем. Если раньше, вот, скажем, взять Нобелевскую премию, мы все знали, даже в моем возрасте, в моем детстве, еще мы следили за тем, кто получает Нобелевскую премию, какие открытия происходят в науке, то сейчас об этом уже никто не знает, потому что Нобелевская премия, это такой, как бы новость на 5 минут, ну, прошла, а потом еще что-то, и это, конечно, это большое горе. У нас остается с вами, к сожалению, очень много времени, но тем не менее, есть, да, у нас есть еще способы, которые помогают нашей душе искать себя. Давайте мы все-таки сейчас сконцентрируемся. Вот смотрите, еще самый главный, поиск себя через природу, через, вот мужчины любят на рыбалку ездить, на охоту, да, мужчины любят бывать в бане, то есть, это же тоже, да, поиск, женщины любят шоппинг, да, выставки, театры, то есть, человеку, конечно, необходимо какое-то время иметь свое личное пространство, потому что все-таки поиск души, это настолько интимная вещь, и, конечно, это можно заговорить, замаслить и смеяться, да, что я ушел там в поиск души, и дорогая, меня не трогай. Этот поиск постоянно ведется, и дело в том, что даже независимо от того, вот, думать будете, не будете, но все равно ваша душа, от счастья, через вашу болезнь, может уложить на больничную койку, потому что степень заболевания как раз и зависит от того, насколько ваша душа уже кричит, или наоборот шепчет, родной, родная, пора уже подумать, да, хорош борзеть, и там, хорош ужогнаться за какими-то материальными ценностями, подумай обо мне. И поэтому, когда я в больнице говорю своим подопечным, говорю, ваша болезнь, в принципе, для того, чтобы вы полежали, подумали, что в своей жизни надо менять, вы знаете, 90% смотрят на меня, как на космонавта Юрия Гагарина, хотя переизбыток информации, хотя все вы психологи дают советы, дают, знают, как надо поступать, самое интересное тоже, вот у меня, когда консультируешь, смотрят на тебя, неужели там сами книги эти написали, да, и сами это все практикуете, и я говорю, поверьте, что нам, психологам, для нашей души, помощь гораздо больше нужна, чем вам, потому что мы через свои консультации, помогая вам, смотрим, что бывает другая жизнь, да, и как можно жить совсем по-другому, от того, что я написал вот эти книги, это не значит, что я вот так правильно живу своей жизнью, потому что и вам, если вы занимаетесь этими практиками, и отчасти я тоже занимаюсь практиками, да, только психологическими, это очень такая сложная, кропотривая работа, и огромная ответственность, потому что вы прекрасно знаете такую фразу, кому много дано, с того больше спроса, а вот кто спрашивает, как спрашивает, вот пока я сегодня вижу это по степени заболевания, потому что, ну, вы же, Настя, знаете, да, хуже смерти ничего нет, ну, нету ничего, я вот недавно тут встречался с большим человеком, и когда он, ну, сначала мы там по бизнесу говорили, а потом он начал показывать свои документы медицинские, я вот увидел настолько страх, что он боится умереть, потерять свое вот это высокое место, что потеряется смысл его жизни, вот много мужчин, к сожалению, мы живем, не понимая, что есть другая жизнь, просто надо тормознуться и посмотреть, конечно, вот все эти поиски, пропитание завтрашнего дня, это все необходимо, поэтому, может быть, мы и живем, мужики там меньше, чем вы, женщины, потому что мы не слышим свою душу, и часть этого, почему мы ходим, именно, почему Бог дал нам рыбалку и охоту, почему вы, женщины, на это не ходите, может быть, как раз вот в этот момент, с чего мы начали говорить, гундявая жена, гундявый муж, пытаемся через природу услышать себя, а может быть, нет, я не знаю, вы знаете, мое мнение, я вам высказывала, да, ничего на, на фейс, да, пенять, пенять колерожек, реван, да, поэтому я думаю, что, как бы, гундявая жена, гундявый муж, нам посылаются тоже не просто так, и когда мы эту концепцию принимаем, да, то уже совсем все по-другому, потому что, это все, все, что нам нужно для счастья, у нас уже есть, и поиски счастья во внешнем, не, ну, конечно, нам приносит удовольствие, нам приносит огромную радость, тот же самый алкоголь, да, он может принести большое удовольствие, большую радость, да и наркотики, что ж тут душой кривить, они могут на какой-то краткий миг, да, и, конечно, пребывание на природе, и та прекрасная музыка, которую мы можем слушать, это все принесет нам даже ощущение счастья, но чтобы жить в этом ощущении счастья постоянно, да, мы должны вернуться к себе прежде всего, и посмотреть внутри себя, потому что, чтобы мы могли это поддерживать, да, вот как раз, допустим, если вот нам плохо, да, то мы в какой-то момент взяли и вернулись себя мысленно в то прекрасное состояние, когда мы слушали классическую музыку, или даже пусть это будет, не знаю, какое-нибудь красивое озеро, красивый природный пейзаж, да, увидели это, и мы сможем себя поддержать таким способом, да, вот, поэтому, конечно, очень важно, вот, на самом деле, мне кажется, для души самое важное понять, что она может сама справиться со всем. Опять вы говорите слово, понять, почему не говорите, почувствовать, ведь душа, это вибрации, ее, конечно, не мозгами надо, а именно чувствовать, с ярко выраженной мужской логикой, знаете, с активированным Марсом, неудивительно, что я такие вещи говорю, я как человек, недалеко, дальше достаточно близкий к астрологии, я понимаю, почему я говорю, понять, да, потому что, от этого никуда не уйдешь, ну, что ты, как бы, как хочешь, там, я, конечно, могу, очень много всяких, женских практик делать, но все равно, когда у тебя, твоя планета души, это Марс, ты тут как хочешь так, и живи, вот, поэтому тут, последнее, можно, вот, скажу, что, конечно, мощное воздействие на душу, это чтение молитвы, потому что, вроде, простые слова, но когда они собираются, определенно, в течение, там, столетий, веков, да, в определенные какие-то, сочетания выражений, фраз, они очень мощно воздействуют на душу, вот здесь, как раз, понимать, почему надо читать эту или ту молитву, это бесполезно, просто доверьтесь, что вам это поможет, потому что, еще раз говорю, мы создаем там массу, даже компьютеров, программы, там, все это можем воздействовать на человека, и это понятно как, но вот как воздействовать на свою душу, к сожалению, вот она вроде рядом, да, а что с ней делать, и как делать, никто не знает, поэтому, рекомендация простая, пытайтесь слышать и слушать себя, вот то, что вам не нравится, не делайте, по крайней мере, вот, даже ваша душа орет, не делай этого, да, потому что мы часто ломаем, мы знаем, что с этим человеком не надо встречаться, но тем не менее ломаем себя, мы знаем, что не надо там идти какие-то плохие телодвижения делать, тем не менее, опять начинаем ломать, потому что хотим понравиться противоположному полу, и так далее, и тому подобное, поэтому, ну и опять, человек начинает думать, когда у него появляется кризис, или болезнь, вот если он боится за свое существование, тогда он все практики и теория начинает принимать, читать и познавать. Друзья, мы живем в удивительное время, когда у нас есть такое огромное количество возможностей, да, развивать нашу душу, пользуйтесь ими обязательно, и не забывайте о том, что ваша душа, она должна работать постоянно, мне кажется, вот, у нас получилось сегодня раскрыть эту тему, да, о работе души, спасибо вам огромное, Евгений, я обожаю с вами беседовать, и онлайн, и оффлайн, и в разных, и в остальных, спасибо, что же прекрасно, спасибо огромное, я хочу сделать такую, приоткрыть завесу, небольшую тайну, что у нас с Евгением сбланирована серия бесед, поэтому, дорогие друзья, оставайтесь с нами, следите за нашими анонсами, мне будет очень радостно, когда я как раз вернусь из Индии, мы обязательно объявим о следующем нашей беседе, с Евгением Саяпиным, психологом, и я надеюсь, вы будете нас слушать, спасибо еще раз огромное, было очень приятно с вами разговаривать, и до новых встреч. Спасибо огромное, всего вам самого-самого доброго, и, как говорят, мягкой, хорошей посадки, возвращения домой. Благодарю вас, с вами была Анастасия Хрущинская, программа «Женская гостиная», присоединяйтесь к нам по четвергам, в прямом эфире на радио, на интернет-радио «Сангейтс», или смотрите наши программы, в записи на Ютубе, есть активные ссылки в профиле нашей странички, на Фейсбуке, и до новых встреч. Еще раз напомню, что в следующие две недели программа выходить не будет, среди с моей командировкой в Индию, творческой, и надеюсь, я привезу много интересных тем для бесед, для новых программ. До свидания, дорогие друзья. Счастливо, до новых встреч. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!